Всем привет, друзья! Да и проведение осталось полтора месяца, и самое время вместе с вами посмотреть, кто же входит в топ-10, по мнению букмекеров. Начинаем! Итак, на 10-й строке Норвегии Кейна, песня Spirit in the Sky. Честно, очень такая прикольная композиция, необычный припев. Я бы их поставил повыше. На 9-м месте Катерины Дуско, песня Better Love. Честно, чем-то напоминает Кэти Перри. На 8-мой строке Мальта, Мичелла, песня Хамелеон. Очень такая интересная, но чем-то напоминает Кипр прошлого года. Седьмая позиция у Кипра, там Тари Плей, если так одним словом, это клубняк. На 6-й позиции Италия, Махмуд Солди. Честно, мне нравится, обязательно буду заливать на телефон плейлист. На 5-й строке Хатари, Исландия, неформатная песня. На 4-й позиции Швеция Джон Людвиг. И вот здесь, знаете, для меня неожиданность. Потому что, честно признаюсь, песня не понравилась, какое-то 4-е место. Но все-таки, может быть, где-то артист разрекламирован. Швеция мощная страна вообще в плане музыки. Они там имеют хороших композиторов, артистов. Может быть, хорош пиар. Вот, собственно, и 4-я позиция. Швейцария на 3-м месте. Люция Хани, да, или Хани. She got me. Знаете, в принципе, неплохо, но тоже, на мой взгляд, очень завышенно. Ну, вряд ли это 3-е место. На 2-й позиции тоже неожиданно Сергей Лазарев в песне «Скрим». Честно, я считаю, что песня действительно немножко нудновата. В тем случае, в припеве непонятно, где же там переход между куплетом и припевом. Я об этом, собственно, говорил, писал видео. И тут бац, и когда видео залил, мне говорят, вот нельзя. То есть Сергей Лазарев блокирует блогера в видео. Да, может быть, негативное, может быть, нет. Поэтому слушать не будем. И, честно, я даже не знаю, 2-е место либо же нет. В целом, действительно, неплохо, но есть песни и получше. Ну, и на 1-й позицию Нидерланды. Дункан Лауренс с песней Аркады. И, знаете, хочется сказать, что лучше уж Лазарев тогда, чем Нидерланды. На мой взгляд, действительно, своеобразный топ. И стоит отметить, что букмекеры очень часто ошибаются. Может, так будет, что буквально за пару дней до самого Евровидения все поменяется. Потому что, опять же, надо смотреть, как будут выглядеть эти номера в постановке. Как это будет смотреться на сцене. Опять же, моя родная Беларусь, представительница Зена, участвует. По мнению букмекеров, у нее будет 35-я строка. На мой взгляд, действительно, если даже так и будет, то это в любом случае хорошо. Потому что в прошлом году ездил Никита Алексеев. Очень популярный. Раскрученный артист. И занял 37-ю. А тут Зена 16-летняя. Воспитанница Виктора Дробыша. И на 2-е место может объявить Никиту Алексеева. Это говорит о том, что ее популярность, по сути, выше. С другой стороны, действительно, Евровиденный очень непредсказуемый конкурс. Непонятно, как оно будет. И не факт. Нельзя судить по одной песне. Кто из артистов круче, а кто нет. Но, в любом случае, такой получился топ. Пишите ваше мнение. Как вам этот топ 10 стран? И кто, по вашему мнению, входит в десятку? Напишите в комментариях. Очень любопытно почитать. Вообще, огромное спасибо. Я говорю каждому из вас, что со мной на канале. Шикарного настроения. Невероятного позитива. Счастья. Успехов. Любви. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин